Проблема современной России заключается в том, что нет четкой идеологии, куда бы вписывались основные ценности государства. Кто мы? С кем мы? Куда идем? Куда придем? Кто наш друг? Кто наш враг? На кого равняться? В чем наша национальная идея, в конце концов? И как это все выразить одним коротким слоганом? В XIX веке Российская империя жила согласно четкому императиву, который выражался в трех словах – самодержавие, православие, народность. Автором принято считать министра просвещения Сергея Семеновича Уварова. И отражение данной концепции можно было найти в различных культурных явлениях. В музыке это опера «Глинки. Жизнь за царя», в живописи картины Маковского «Возвание Минина к Нижегородцам». В архитектуре церковное зодчество Константина Тона, апофеозом которого стал храм Христа Спасителя. Безусловно, для купеческого сословия столичный архитектор был не просто крут, он являлся настоящей топовой звездой Николая I. И храм по его проекту наводил бы прямой мост между Петербургом и Нижним Новгородом. Радовалась и консервативно настроенная часть дворянства. Но у прогрессивной общественности культовые постройки Константина Сергеевича Тона восторгов не вызывали. В чем же дело? 1820-е года, кризис стилеклассицизм. Проблема была не только практического характера, когда колонны с портиками сидели всех в печенках. Нужно ли, следуя общепринятым канонам, оформлять баню или фабрику портиком? Была еще проблема, лежавшая и в эстетической плоскости. С рождением Уваровской триады у власти появилось четкое олицетворение теории официальной народности в повседневной жизни ее подданных. Дискуссионные баталии не заставили себя ждать. Переломным моментом в деле становления нового архитектурного стиля можно считать ноябрь 1830 года, когда президент Академии художества Алексей Николаевич Оленин поручил малоизвестному на тот момент Константину Тону составить эскизный проект Екатерининской церкви, который планировалось возвести в Петербурге у Старокалинки на моста на месте, пришедшей в негодность деревянной. Предыдущие проекты Михайлова и Мельникова не удовлетворили Николая I. Император жаждал чего-то созвучного его националистическим настроением. И Тон попал в тон царских ожиданий. Екатерининская церковь была построена в 1837 году и стала провозвестницей так называемого русского византийского стиля. Россия возвращалась к корням. Платицизм, ассоциировавшийся не столько с Грецией и Римом, сколько с Францией и с ее революционными переворотами, уступил место нашему православному концепту. Изданный Тоном альбом проектов в 1841 году был официально предписан в качестве высочайше одобренного образца для архитекторов при построении православных церквей. Написал искусствовед Андрей Львович Пунин в своей книге «Архитектура Петербурга середины XIX века». Это был набор шаблонов, согласно которым теперь рекомендовалось строить культовые здания по всей стране. Представьте радость зодчих на местах, когда их вынуждали не генерировать собственные проекты, а подчиняться диктату из столицы. Именно такого типа храм Вознесения Господня стоит в Нижнем Новгороде на Ильинке. У него византийские шлемовидные купола, а не русские луковичные. Это как раз таки влияние Константина Тона. Если власть кого-то любит, то его однозначно не любят те, кто против власти. А быть против власти негласная установка российской интеллигенции вне зависимости от государственного строя. Будь то империя, союз или нынешняя демократия. В восторге Николая Первого талантами Тона сыграли злую шутку с произведениями зодчего. Все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые сутки с луковицами вместо пробок на индо-византийский манер. Это Герцен, издателя «Колокола», возмущал обязательный русско-византийский стиль, который он нарек тоталитарным. Довольно однобокую оценку дал архитектору известный критик Владимир Стасов, главный пиарщик и медийный адвокат передвижников, автор бренда «Могучая кучка» и, соответственно, ненавистник модернизма и декаденства. Тон был делец самый ординарный, таланта не имел никакого. Вы меня простите, но два вокзала в Петербурге и Москве, Большой Крыльмевский дворец – это показатели отсутствия таланта? Тем не менее, к концу 19 века оппозиционная настроенная интеллигенция принять стиль тоновских церквей никак не могла. На храм Христа Спасителя обрушился шквал критики. Сталин ее потом удачно использовал при мотивации сноса одного из главных сооружений Николаевского лейб-архитектора. В Петербурге из пяти церквей, построенных Тоном, сохранилась только одна и та в перестроенном виде. Как остроумно подметили авторы книги Петербург немецких архитекторов «От барокко до авангарда», по злой иронии судьбы эта борьба с национальным наследием направлялась из Большого Кремлевского дворца, также созданного Тоном. Константин Тон писал на стыке двух архитектурных течений. Искусствовед Владимир Лисовский замечал. Творческое наследие Константина Тона противоречиво, но очень характерно для своего времени, пограничного между двумя архитектурными эпохами, классицизмом и эклектикой. Как это бывало в истории отечественной культуры, творец с неорусскими корнями. Тон родился в семье обресевшего немца, хотя в семье ходила легенда об испанских предках. Оставил свой след в нашей архитектуре зданиями неорусского характера. На базе наследия прошлого Тон фактически изобрел патриотичный стиль, который идеально подходил как простому крестьянину, так и высокопоставленному вельможе. Самое главное, Константин Тон заложил основу для возникновения так называемого неорусского стиля, о котором мы будем подробно говорить в выпуске, посвященном Нижегородской ярмарке. С вами был гид Павел Перес и команда проекта Нижний 800.